Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день, да, 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Пизда вам сейчас хуйню буду нести. Давай, давай, давай. Так, сегодня праздник, поэтому можно покурить и в комнате, в кухоньке. В общем, чё, чё сказать? Два миллиона человек подписаны на канал Моргенштерн. Два миллиона? Блин, я хотел бы трансляцию, конечно, провести на Ютубе, бля, но какой-то пробник человека кинул страйк и трансляции на Ютубе не будет. До, по-моему, октября. Собственно, вот, целых два миллиона человека. Это как, вот, два города Уфа, две Уфы. Вот эти все люди, две Уфы всех людей взять, так вот, и будет два миллиона. Это же пиздец. Это такая армия, это прям, это такая ответственность, это так страшно. Ну, вот, подумайте сами, среди двух миллионов, по-любому, хотя бы один, ёбнутый, наглухо, отбитый, возможно, который хочет меня убить сейчас. И он ходит за мной и хочет убить меня. У меня уже паранойя, блядь, начинается, на самом деле. От того, что я не могу по улице спокойно ходить. Не круто это вообще. Блин, огромный, огромный респект чувакам, которые не фоткаются, а просто салютуют. Блядь, почему фокуса нет, нахуй? Всё. Заебись. Во. Огромный респект тем, кто просто салютует такой, типа, ёл. А я такой, типа, ёл. Фоткаться хуйня, какая же полная. Вот. Такие дела. Я в очках, в помещении, да. Да, это так. Это факт. Я в очках, в тёмных очках, в солнцезащитных очках нахожусь в доме ночью. Возможно, вы скажете это нецелесообразно. Но просто, ну, во-первых, я не очень хочу, чтобы вы видели мои глазки. Всё-таки у нас клип недавно вышел, и мы отмечали. А отмечать мы умеем, нормально, у нас, короче, уговор отмечаем, пока один из нас не ляжет в больницу. Вот. В этот раз повезло, не я лёг. Ну, касательно двух миллионов на ютубе, это очень приятно. Спасибо большое. Это охуенно. Не то, чтобы я прям, типа, у-у-у, ура, там, типа, два миллиона подписчиков. Нет. Это всё, ну, бля, приятно, конечно, прикольно. Ну, это, в мире ещё столько интересных вещей, и я попробую, сука, всё, бля. Вообще не понимаю, на самом деле, людей, которые привязывают себя к какой-то одной профессии, стезе. Типа, я, я артист буду, бля, я музыкант буду, бля, я, я рэпер, бля, я, я видеоблогер, бля. Да и долбаёк просто. Будь человеком. Попробуй всё в этой жизни. И будет круто. Ебать ты в говно. Ну, блин, я говорю, что мы отмечаем просто, как бы. Просто, как бы, понимаете. А ещё мне немножко обидно. Потому что клип, это, ну, рекорд просто наш личный, блядь. Спасибо ещё раз, потому что вы, без вас нихуя, как бы, не было, фактически, да. Вот. Статистика вообще рекордная, нахуй. Миллион собрали за 12 часов. За 12 часов, блядь, миллион просмотров. Как думаете, почему в трендах нету? Почему нету в трендах, блядь? Не понимаю нихуя. Даня тоже посмотрел статистику. Говорит, блядь, в ротам те скручивают просмотры, нахуй, типа. Я говорю, я знаю, ебать. Вот эти вот комментарии, типа, ставлю лайк, а он убирается, заебали уже. Ну, просто, типа, ну, да. Да, блядь, чё с фокусом он так, пиздец? Похуй. Типа, блядь. Ну, топят канал, да. Повыебывался там, куда не надо. Теперь, теперь за это хаваю. Видимо, так. Когда про Навального трек спел, тогда кремлеботы, блядь, налетели. На все ролики дизлайки накидали. На все, нахуй. Сейчас дизлайки перестали крутить. Сейчас просто не пускают в тренды. Вот. А вот разоблачение Соболева было в трендах, знаете почему? Вы догадываетесь, почему? Хотите, расскажу. Потому что в этом видео, помимо того, что, ну, типа, Коля Лох, там и прочая хуйня. Реклама парка Горького. Ну, как бы, фактически, да? Я там так много говорю про парк и так далее. Поэтому оно и висело в топе. Потому что хотели... Ну, блядь, пиздец. Когда я делал эти обзоры на клипы предвыборные, тоже первое место в тренде. Почему? Потому что, ну, просто, потому что надо, чтобы об этом говорили. Вот и все. Сука. А вот сделаешь легендарную, просто вот легендарную вещь. Я считаю Фит с Тимуркой легендарной вещью. Потому что это, это же тот самый Тимурка Битц. Просто мой бог. И мы сделали говно. Мы сделали легендарное говно. Но нет, нас все равно не пустили в тренды. Уже там два с половиной почти лямого просмотра. Там триста тысяч. Лайкосов, Лукасы. Лукасы это класс. Спасибо. Это прикольно. Ну, в тренды бы тоже, конечно, хотелось. Да. Ладно. Мы и без трендов, в принципе, всех выебем. Так что не переживайте. Блин, я вот хотел Пальма Гофит второй привязать тоже к юбилею. Сука, не получилось. Вот на первую Пальма Гофит, получается, мы с Морфином фитовали. Сука, вот хотел на эти два ляма с победителем второго. Нихуя не успеваем. Кстати, да, вот. Вы много спрашиваете. Я банный врат, Виталий. Типа, а где результаты Пальма Гофит? Кто победил? Когда? Все. Прием заявок был закрыт. Там было написано до 30 июля. Победителя мы уже выбрали. Осталось все только приготовить и все сделать. Вот. К сожалению, сейчас у нас очень много дел, потому что мы очень занятые взрослые дяди. Да. Например, вчера нам с друзьями пришлось... Я лучше не буду этого говорить. Все нормально. Вот. Как только распетляемся, сразу сделаем Пальма Гофит 2. Так, слушайте. Мне бы, конечно, было очень приятно, если бы вы тоже со мной разговаривали. Потому что я одинокий и несчастный человек. И я хотел бы просто поговорить. Давайте что ли с вами поговорим? Задавайте свои вопросы там всякие. Типа, только не тупые, пожалуйста. Я так не хочу в вас разочаровать. Я понимаю прекрасно, что половина моей аудитории... Я люблю свою аудиторию, а вот именно свою аудиторию. Есть люди, которые на меня подписаны, но они ебланы тупые. Это я тоже, типа, знаю. И когда я вижу очередной тупой коммент... Вот тупой, в смысле, типа... Ну, я разочаровываюсь. Я не хочу вас разочаровывать. Мне кажется, что у меня самая пиздатая аудитория на платформе. А давайте-ка я подобавляю кого-нибудь в чат. Вот так будет интересно. Кто там? Давай, рандомно буду. Только не пишите в комменты этот... Добавь меня, добавь меня. Не пишите. Кто будет писать, тот точно не добавлю. Просто заявочку кидайте. И всё. И будем пиздеть с вами. Так, ну только кидайте, пожалуйста, заявки. Те, кто реально хочет, ну, что-то там спросить, поговорить. А то вот эта вот хуета, когда я жду, пока мне ответят, мне не нравится. Не люблю вообще ждать. Люблю всё и сразу. Всё и сразу. Ну-ка, давай. Телефон стоит, стоит заебись. Здорово. Я не слышу тебя, братик. Не слышу. Звука нема. Братик, звука нет. Блять. Бальпеталь. Видишь, насколько всё хуёво. Братик, братик. Перестаньте губами шевелить. Ну, звука же нет. Ёбаный в рот. Что ж такое. Просто вылетел в Инстаграм. Просто взял и нахуй вылетел. И вот это я ненавижу в Андроиде, сука. Ненавижу. Я вот перешёл, короче... Ну, всегда гонял с айфонами. О, всё. Теперь я техноблогер. Понятно? Короче. Всегда гонял с айфонами. Ну, типа, прикольно, удобно. Потом они меня так заебали. Вот эта вот вся хуйня. Одинаковая. Постоянно. Одно и то же. Одно и то же. Ещё тем более, когда они начали вот эти хуйни проворачивать. Типа, уберём-ка мы разъём для наушников, ёпты. Чтоб вы покупали только наши наушники, нахуй. Пошёл в пизду. Решил на Андроид перекинуться. Перекинулся, блядь. Охуенно доволен. Прям пиздецки доволен. Кроме одного. Инстаграм максимально хуёво работает. Вот, то есть, максимально хуёво работает Инстаграм. Я даже истории нормально снимать не могу. И качество хуёво. Оп. Такие дела. Судя по всему, надо иметь два телефона. Один, блядь, для Инстаграма. Второй, нахуй так. Ох. Пипец ты, чёрт. Сам ты, чёрт. Понял? Драка будет сейчас. Короче. Смотрите, как сейчас делаем. Да что с фокусом? Ну, это же ужас какой-то. Давайте мы попробуем так сделать. Я сейчас иду в туалет делать взрослые дела. Вы пока придумываете что-нибудь интересное, что вас интересует. А я постараюсь потом на это ответить. Но, возможно, эфир я не запущу заново. Потому что хуйная. Хотя нет, запущу. Мы должны отметить 2 миллиона. Ебать, 2 миллиона. Нахуй нам. Ха. Всё, сейчас буду. Опа, нихуя себе. Продолжаем наши разговоры на кухне. 2 миллиона человек. Живых людей 2 миллиона. И каждый из них подписан на канал. На самом деле, что-то специально делать под 2 ляма не будем. Я думаю, какие-то там поздравления, эти хуини. Наверное, нет. Потому что, как бы, ну, типа, бля, ну, прикольно 2 ляма, прикольно, но похуй вообще. Это, типа, вообще, ну, не показатель твоего успеха совершенно. Это как одна галочка, вот такая вот, тук, как птичек рисуют дети, да. Вот такая же галочка. Это в огромном списке, в огроменном. Вот так вот. Поэтому, возможно, рано или поздно я просто перестану что-то делать. Ну, на ютубе конкретно. Либо просто буду реже делать. Столько всего еще можно попробовать. Ёбаный врод. Я вот на самом деле таксистом мечтаю поработать. Пиздец. У меня наконец-то вышел срок лишения прав. Господи боже мой, спасибо. Совсем скоро мне вернут мои права. Ну, как скоро? Не знаю, как скоро. Надо за ними идти. Мне пиздец лень. Вот. И заново, заново надо будет мне сдать правила. И наркотест, короче, надо будет сдать. Вот. Не то, не то, вряд ли. Не то, не то, не то. Не сдам, короче. Ладно, похуй. Вот. Хочу водилой поработать. Пиздец как. Вот именно водителем. В Uber там или где-нибудь. В Яндексе хуй знает. Мне кажется, это так интересно. Такие типа, ну пиздец. Столько людей разных. И у всех такие разные жизни. И вы пересеклись на несколько минут. И прикольно. Хочу таксистом. Сделай сигну. Нет, братан. Извини. Иди нахуй. Блин. Помню времена, когда мы продавали сигны по 200 рублей. Ой, да. Фоткаешься с листочком, получаешь деньги. Неплохо. Не знаю. В любом случае, мне кажется, что сигны это, ну, хуйня. Хотя у всех, наверное, свои взгляды на жизнь. Для кого-то это круто. Что там такое? Да. Ничего. С Тимуркой трек шикарный. Спасибо. Мы очень старались. Вот вы, кстати, везде пишите, блин. Ой, что за ноуны рядом с Тимуркой. Перестаньте одну шутку обжевывать. Нет, это не смешно. И вообще, блин, пишут там, типа, ой, Тимурка вытащил трек. Ой, там, типа, а есть версия без этого, там, урода, блядь. Во-первых, номер один. Музыку делали мы. Ну, бит. Текст писал я. Записывал Тимурку я. Так что, я гений. Запомните. Ну, блядь, Тимур, Тимур отличный парень. Вообще супер. Я думал, пиздец, мы едем к ребенку маленькому. Как мы там будем с ним вообще общий язык, типа, находить. А нет, вообще. Малой все понял. Малой, короче, выучил текст. Вы прикиньте, записали, ну, Тимуркин парт, как это, блядь, ну, парт же называется, да? Тимуркин куплет-припев мы записали за ебаных 15 минут. Прикиньте. Даже меньше. Даже, ну, где-то 10. Мы записали его парт за 10 минут. Давайте, смотрите, давайте я вам расскажу секрет этого трека. Почему он такой пиздатый. Интересно? Смотрите. Мы сидим с Марком, ну, это этот Фо, Тин, короче, Цайлер, вся хуйня, кто был на концертах, шарит, диджей, короче. Вот. Сидели, придумывали бит. Сначала все было полно хуета. Хуета, хуета, хуета. Потом мы нашли звук этой, маримбы. Кто-нибудь из вас знает, что такое маримба? Колокольчик, короче, этот, такой, бля, хуй даже знает, почему теперь постучает. Ну, короче, колокольчик. Вот. И из этого колокольчика он накрутил бас. Прикиньте, нахуй. Просто был колокольчик такой, дынь, а он его превратил вот в этот туф, туф, туф. Пиздец, такой бас крутой там. Вот. И, короче, мы такие, ебать, нормально, прикольно, все. Потом моему другу нужна была, нужен был портфель. Рюкзак. Мы пошли покупать рюкзак. Эх, сега, кончилась. Мы пошли покупать рюкзак, а мне было скучно, как бы. И пока мы ходили и искали рюкзак, я написал быстренько текст. Особенно вот эту коронную. Чики-брики, паки-поки, палки-танки, панки-допы, гопы-копы, лаки-блоки, тимка-пумба, пальцы-клоки. Вот. На самом деле там есть, ну, типа, подтекст, это же понятно. Чики-брики, ну, типа, чики-брики, паки-поки, ну, упаковки, паки-паки, это называется упаковки веществ. Окей? Поки, типа, все, пока. Ну, упаковка веществ, пока. Так, что там дальше по тексту? Сейчас декозинг делаем, прикиньте. Чики-брики, паки-поки, панки-поки. Ладно, я, ладно, не хочу пиздеть, я просто написал все слова, которые мне пришли в голову подряд, короче, и все. Ну, я, типа, такой, бля, рифму, ну, рифмуется, рифмуется, напишу тики-брики, паки-поки, палки-дамки, панки-допы. Вот. Потом попытаюсь, ну, пытаешься это читать и думаю, хо, прикольно звучит, оставлю так. Звук пропадает, бля, хуёво. Не, погодите, или все нормально? Ну, ладно, погодите, пока он покупал портфель, я написал текст. Потом поехал к Марку записать демку, ну, типа, чтобы отправить Тимуру заранее, чтобы он подучил, да? Записал демку где-то, ну, хуй знает, ну, тоже минут за 5-10. И все, и мы отправили. Отправили ему учить. В итоге он записал свой порт за 15 минут, блядь, Тимур. А мой куплет, как был демкой, так и остался. Я переписывать даже не стал, похуй вообще. Кстати, почти все треки так. Записываю демки, слушаю их, слушаю, думаю, ну, ладно, ты так тоже ведь нормальный, блядь. Охуенно же, пизда-то, бля. Заебись. И все. Блядь, падает микрофон. Ой, телефон, то есть. Так, вода. Воду попил. В общем, ребята, красота в простоте. Вот и все. Клип мы сняли за 40 минут. Знаете, как снимали? Весь трек прогоняли полностью. То есть включаем на телефоне трек и полностью его читаем. И вот так примерно в 5-6 разных локациях. Потом я просто ставлю это, все вот это ставлю на линии в монтаже. И по очереди просто выбираю. И все, ебать. Ну, и сверху приколов каких-нибудь таких. И все, бля. Хит готов, нахуй. По-моему, ты просто ленивый. Слушай, да. Но и че хули? Работает же. Вот я смотрел разбор, короче, этого трека Эскетит. Эскерит. Эшкерит. Лил Пампа. Который, блядь, хит, нахуй. Там всего 8 дорожек, ебаный в рот. Вы понимаете? 8. Хотя, возможно, мне изменяет память, но там, короче, там вообще нихуя. Там даже не сведено ничего. И звукарь говорит, типа, ну, ты че, блядь, нормально же звучит. Нормально. И я думаю, да, в натуре, бля, братан, нормально же звучит. Нормально. Тебя побили. И ты в очках. Не, братан, я уже объяснял. Просто не хочу вас пугать своими шариками. Мы слишком, ну, отмечали долго клип. Кстати, че хотел сказать. Все в ахуе со строчки, сука меня кормит, я зову ее бабуля. Все такие, типа, ябать, что мелкий, охуел. Типа свою бабулю сукой называет. Но, на самом деле, когда я это писал, гуляя по универмагу в поиске портфеля, да, я, типа, имел в виду, что, ну, вот, допустим, он сидит в каком-нибудь там, на вилле какой-нибудь вот так, его, сука, так кормит просто, типа, виноградом шарите, как у этих, ну, блядь, как шейхи всякие, вот эта хуйня. Его просто, типа, суки кормят, а он такой, бабуля, иди сюда. Вот, подразумевалось так. А потом я, когда уже послушал, понял, бля, он звучит, как будто бабулю сукой называет. Все равно прикольно же, да? Топовый эфир написано в верхнем левом углу экрана. Я и так это знаю. Можете убрать эту надпись. Глаза узкие, башкирские, да. Как дела? Блядь, как дела? Ты, ты можешь столько интересных штук спросить. А ты спрашиваешь, как дела? Сука, нормально, блядь. Блядь, сегодня такая ужасная история произошла, пиздец. Уф. Сейчас расскажу. Сигаретку найду, а то уже занервничал. Значит, смотрите. Мы сегодня, ну, точнее быть, точнее, как бы, если быть уже вчера, да? Жестко там тусуемся, пиздец, то-се, блядь. Нихуя там не получается вообще быть человеком адекватным. Все хуёво. И рано утром, рано утром. Вот, блядь, ну хуй знает во сколько. Ладно, неважно во сколько. Рано утром стук в дверь, короче. Тыщ, тыщ, тыщ нахуй. Жесткий причём стук. И, блядь, этот, прекращается. Мы думаем, ну, наверное, глюки. Бывает такое. И потом опять, тыщ, тыщ, нахуй. Мы такие, бля, всё, давай смывай, всё, в толчок пиздец, спрячь. Ладно, шучу, нихуя. Нихуя подобного. Нет, мы просто пошли аккуратненько смотреть. Чё за хуйня? Чё, неужели ментов вызвали? Типа шумели мы. Открываю я дверь, нахуй. Стоит, стоят три пиздюка. Ну, вот, лет, наверное, по 12. Ну, может, может, по 14. Ну, вот такие вот они были где-то мне, вот такие. Стоят три пиздюка и протягивают коробку. Типа, вот, держи, Алишер, это тебе. И знаете, очень двоякое чувство. Вроде, типа, охуеет, нихуя себе. Тебе просто домой принесли коробочку со сладостями. А с другой стороны, какого хуя, блядь, не знаю, где я живу, какого хуя ко мне приходят люди незнакомые. Тесно говоря, очень я уже все больше и больше жалею, что вот так вот, ну, такая хуйня произошла. Вот все гении, сука, прятали свои лица, нахуй. Например, кто? Ниро, монах Феофан, там. Сливки шоу. Сливки шоу. Одиннадцать миллионов. Он не показывает лицо. И я понял, бля, вот оно в чем дело-то, нахуй. Гулять больше невозможно, ходить никуда невозможно. Под окнами кричат в твое имя. Стучатся в дверь. Есть чат на 65 человек. 65 человек, куда скидывают фотки моего подъезда, скидывают фотки моей квартиры, машины. Я захожу в магазин, пятерочку, мне говорит охранник, слушай, тут приходили, показывали фотку тачки твоей, спрашивали, где ты. Пожалуйста, перестаньте. У меня кукуха едет. Кукуха, нахуй. Я всегда за, типа, пообщаться, сфоткаться с нормальными, адекватными чуваками, которые подходят, типа, ёу, лешер, там, красава, нахуй. Чё, кого там, блядь, как было? Все нормально. А если, блядь, а ради, а-а-а, как звери, нахуй. Ладно, извините, что-то меня понесло, меня бомбит просто. Действительно, ну, напряжно жить. Постоянно оглядываться, ходить. Не справляюсь я с этим. Вообще не справляюсь. И вот, блядь, могу же просто уехать в Испанию жить. Там же вообще нет, ну, никто меня не знает. И, типа, могу спокойно, там дома, там мама живет. Нет ведь, сука, здесь сижу, блядь. Сижу здесь. Потому что обожаю эту страну, блядь. Страна охуительная у нас. Вахом антик. Да я не хочу в другую страну. М-м-м. Море тут заебись. Тут интересно жить и весело. В Европе очень скучно. Блядь, ну что с фокусом? В Европе очень скучно жить. Очень скучно. Там все слишком хорошо. Эта хуйня полная. Хух. В общем, нормально. Пойду-ка я спать, наверное, уже пора. Все, хватит. Спасибо еще раз большое за 2 миллиона. Это прикольно. Это прикольно. Спасибо. Самое главное, я надеюсь, вы будете расти и развиваться вместе со мной. Шарите. Типа вы не подписываетесь на какое-то там определенное шоу, формат, рубрику. А просто вы будете расти со мной. Потому что одно и то же делать никогда не получится. Никогда не смогу. Это так скучно, пиздец. Ужасно. Бу. Давайте что? Сладких слов. И помните, рок жив. Бу.